52-54 км в час по темпу и 56 на промежуточных финишах. Отличные скорости на старте сезона. Наши ведущие спортсмены хорошо поработали на зимних сборах и соревнованиях в Адлере, Омске, Санкт-Петербурге. В гонке мужчин на 100 кругов за золото бились три омича Виктор Подойников, Никита Киржакин и Николай Денисов. В тактике спортсмены блестяще пользовались перестроениями. Важнейшая тема групповой гонки – это умелое занятие позиций за спиной сильного соперника и своевременный рывок. Подойников и Киржакин соперничали ярко и на равных. В решающем ускорении опыт Подойникова, как финишера, оказался чуть выше. Спортсмен выиграл золотую медаль. Сбор в Адлере перед Санкт-Петербургом. Потом проехали гонки в Санкт-Петербурге. Более-менее хорошо проехали и теперь готовимся к Кубку России и форма постепенно идет вверх. Захватывающая битва юниоров. В споре гонщиков 15-16 лет сразились амичи Павел Чекмарев и Владислав Боголюбов. Оба спортсмена быстро прибавляют в мастерстве. У Чекмарева больше задора. В середине 80-круговой гонки Павел проявил характер, ускорился, ушел в отрыв, держал лидерство 20 кругов. Был хороший настрой. Отъезжал два раза от пачки. Один раз в команде, один раз один. Доволен полностью своим результатом. Последний финиш, когда уехал в одного, забрал все очки. Получается в гонке тоже хороший результат показал. Рывок против ветра риск. Ближе к финишу Чекмарев перешел на средний темп. Боголюбов начал догонять. Владислав ровно, стабильно двигался по дистанции, выиграл в динамике, мощно в силовом стиле прибавил на финише и победил. Гонка была очень тяжелая. Я очень устал, ехал на соплях. Когда Чекмарев уехал, я прям открыл второе дыхание, догнал его. Ну и потом уже вышел на финиш и выиграл гонку. В споре девушек отличилась амичка Дарья Браун. Спортсменка-лидер на старте сезона. Соперницы из разных регионов применяли специальную тактику, атаковали, выходили вперед. Дарья отлично справилась со всеми вызовами, вовремя рванула на финише, уверенно выиграла золотую медаль соревнования. Изюминка этой гонки была в том, что было пять финишей, и на все эти финиша нужно было использовать разные тактики. Соперники перед каждым финишем по-разному поджимали, но нужно было проявлять инициативу и выходить вперед. Четыре золотых медали юных омских гонщиков. Состязание спортсменов 13-14 лет – отличная соревновательная площадка и для спортсменов, и для их наставников. По словам главного тренера нашей команды Сергея Старченкова, юные амичи достойно выступили в турнире. В нашей команде есть талантливые спортсмены, с которыми нужно работать. Они себя проверяют в плане подготовки, как они готовятся в правом пути и двигаются, и смотрят, какие спортсмены в регионах прогрессируют. В этом плане мы все равно остаемся в плюсе, в плане того, что мы можем подготовиться на треки. Люди приезжают из других регионов, не имея такого сооружения, все равно неплохо выступают. Но наши спортсмены выигрывают, и это большой плюс. Четвертый и заключительный этап первенства Сибирского федерального округа состоится в октябре, а следующий старт у наших спортсменов 26 марта в нашем регионе пройдет первый этап Кубка России по велоспорту на треке. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Владимир Истин, Андрей Кузьмин, Антенна 7.